Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наш немного затянувшийся разбор с откровением Иоанна Богослова. И для тех, кто подзабыл, хочу напомнить, чтобы применяли некоторый метод к тому, как мы читаем это откровение. Во-первых, разумеется, что это Слово Божье, которое зашло в канон и является абсолютно актуальным для любого верующего человека. Но вместе с этим мы должны подходить к этому записанному тексту как к пророчеству, видению, какому-то мистическому тексту более-менее. Почему? Потому что он так и назван откровение. А Священное Писание, опыт веры, он учит нас, чтобы мы могли подходить к такого плана материалам с пониманием того, что это не всегда есть буквальный текст. То есть немного подходить к нему как к аллегорическому тексту. И когда мы слышим нечто аллегорическое, то это намеки, это какие-то понимания. Вполне возможно, что этот материал, отличный материал для наших душ. Мозг наш должен это не анализировать и принимать автоматически, а просто быть готовым к тому, чтобы мы могли впечатлиться и узнать чего-то. Так, кстати, нужно подходить к любому пророческому слову, видению или откровению, которое мы слышим там в наших общинах, или кто-то нам говорит, вот было слово о тебе. Нельзя воспринимать все вещи буквально, нужно аккуратно взвешивать, потому что каждый из нас является трубою Божьей, и голос Божий или послание Божье не приходит напрямую, не касаясь стен, но начинает как звук в зале отражаться и выносит некоторые нюансы. И мы здесь должны быть немного более аккуратны. Разумеется, здесь стопроцентное слово, но, как я уже сказал, аллегорическое. Какие проблемы мы встречаем в Откровении Иоанна? Одна из проблем, мы точно не можем понять, когда оно было датировано. Во многих семинариях говорят, что было датировано 90-м годом нашей эры, то есть лет так 30 после разрушения храма. Но тогда в таком случае почему ни разу не упоминается здесь про то явное, серьезнейшее событие, которое потрясло весь еврейский мир и, соответственно, весь христианский мир I века, разрушение Иерусалимского храма. А плод, место, где поклонялись Творцу. И если бы это послание, это откровение было написано после, то почему не упомянули? Если до, тогда понятно, когда мы читаем места, связанные с такими выражениями, как запустение святого места. С другой стороны, может быть и иначе, мы точно не знаем. Поэтому мы можем воспринимать многие слова, сказанные здесь, с долей того, что что-то было, что-то происходит сейчас, что-то будет. Еще один момент, когда мы читаем откровение от Иоанна, важно понимать, что когда здесь перечисливаются какие-то казни или какие-то события, первое, второе, третье, первый ангел, второй, третий и так далее, то это бумага, которая переносит нам эту информацию подобным текстом. В реале это вполне могут вещи, которые происходят одновременно. Вот вы сидите, плывете в лодке по воде, одновременно летит птица, одновременно выплескается рыба, одновременно человек напротив вас, сидящий в лодке, говорит вам чего-то, с берега чего-то кричат, но бумага не может все это видеть одновременно. Поэтому какие-то вещи излагаются в последовательной хронологии. Здесь к этому тоже таким образом нужно относиться. В Откровении Иоанна есть много числовых значений. Часто здесь есть такие числа, как 666, или 10, или 7, или 144, или 42. Все эти вещи я бы, лично я побоялся бы воспринимать вот в буквальном этом числовом значении, нет. Но более аллегорическом, скажем, 10 или 7, это что-то символизирующее совершенство. 144, это 12 умноженное на 12, или это много таких аналогий в истории израильского народа. 12 с колен, это какое-то число праведников, какое-то общее число, которое знаменует какую-то группу людей. И, допустим, 42, 42 месяца, мы потом встретимся с этим текстом, сегодня в 13 главе или в 14, мы увидим 42 месяца. Что такое 42? В еврейской традиции 42 остановки сделал Израиль по выходу своему из Египта. То есть 42 остановки в пустыне. Что это значит? Это значит какое-то число, которое говорит о том, что в один момент наступит завершение этого периода. И если мы переводим это все на 3,5 года, то мы знаем, многие катаклизмы, катастрофы, страдания были объявлены много, ну, были объявлены, что вот это вот апокалиптические события, они тянулись больше или меньше. На самом деле здесь не так важно обращаться к конкретному счислению времени, а вот именно воспринимать факты, которые происходят вокруг нас. Ну, давайте начнем читать вместе с 13 главы Откровения Иоанна Богослова. Я пользуюсь Библией, которая более модернный перевод, это не синаидальный, поэтому если вам нравится, вы пользуетесь своими, но иногда, когда мы читаем тексты в другом переводе, то замыленный глаз на других переводах какие-то вещи пропускает. Здесь как бы, ну, мне легче так. Я увидел, что из моря поднимается зверь с 10 рогами и 7 головами. На рогах у него 10 корон, а на голове кощунственные имена. Ну, вот я только что сказал, 10 рогов, 7 голов. И 10 и 7 это как бы добрые числа, но на самом деле это больше числа, которые говорят о законченности, о совершенстве чего-то, о полноте чего-то. И в данном случае здесь, наверное, и не наверно, а наверняка представлено совершенное зло. То есть, на самом деле, если мы только дьявола обзываем совершенным злом, то мы заблуждаемся, потому что в определенной мере сатан, дьявол – это инструмент в руках Господа Бога, чтобы испытывать народы. Совершенное зло рождается тогда, когда мы, как люди, мишатфим пеула, то есть, сотрудничаем с теми демоническими выходками, которые вокруг нас, попускаем злу в нас прородиться, замышляем злое, решаем двигаться во зле и проецируем то зло. Поэтому только дьявола обозвать злодеем – это неправильно. В таком случае мы просто себя перекидываем вину на какие-то внешние силы, а сами мы как бы выгораживаем себя. Такой подход, он крайне отрицателен. И в таком случае мы как бы себя объявляем заведомо жертвами или такими белыми и пушистыми, а это не так. Потому что Писание, Священное Писание от начала до конца, Новый Завет, в частности, очень сильно, он обращается к нам, к человеку, который решил следовать за Богом, чтобы мы искали свободы от зла, личной свободы. Ну, продолжаем читать дальше. «Зверь, которого я увидел, походил на леопарда, ноги у него были, как у медведя, и пасть, как у льва. Дракон дал ему свою силу, престол и великую власть». И здесь очень напоминает картину, которую в свое время видел Даниэль. И в других местах пророков мы читаем, когда есть какие-то существа, которые рисуются с разными зверскими или звериными головами. И в данном случае мы читаем, по всей видимости, про какую-то личность или личности, которые питаются, то есть посвящены злу, не то что просто искушены злом и драконом, но посвятили себя, решили быть злом. И в таком случае, когда они посвятили себя быть злом, то они питаются из зла. Вы знаете, во втором послании Тимофея есть очень такое пространное рассуждение апостола Павла о том, что в Доме Божьем есть сосуды к чести и к нечести, к добрым вещам и к злым вещам. И там Павел говорит, «Итак, будьте сосудами в чести». О чем это говорится? Божий дом или Божий храм – это вся вселенная. И все вот это вот, видимое нашими глазами, оно дано в господство человеку. Понятно, Господь, Он великий над всем всегда и во всем, пронизывает все в бездну, небеса, преисподнюю, так написано. Но человек – хозяин. И вот в этом вот храме громадном Божьем есть люди, которые избирают для себя путь зла, они становятся сосудами в нечестии, в бесчестии. А есть люди, которые избирают быть сосудами добра, то есть искать Господа, исправляться, исправлять вокруг обстоятельства. И вот здесь это те, кто представил из себя зло. Мы выбрали зло, мы пошли за злом. Мы такой момент уже читали. И вот в книге «Бытия» в шестой главе написано, «Земля исполнилась Хамасом», то есть выбранным человеком злом, и человек решил погубить всех. Здесь повторяется картина, опять возвращается что-то вот в таком этом. «Дракон дал ему свою силу, престол и великую власть. Одна из голов оказалась смертельно раненной, но эта смертельная рана исцелилась. Вся земля в восторге пошла за зверем, и поклонились люди дракону, потому что он дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто может сравниться с этим зверем, и кто может сразиться с ним». В историческом контексте такие вещи случались и не один раз. Вы помните историческую эпоху Александра Великого, Александра Македонского, когда он завоевал всю Азию и был царем царей, и вдруг в один день умер. Казалось бы, кто-то великий вдруг раз – умер. И восстал кто-то незаметный антиох, и мы помним все те маковейские рассказы, которые читаем в книгах маковейских. И по сути антиох здесь представляет вот подобного же злодея, который черпал свою силу из того, что ему не нравилось ничего, что связано с Творцом, Богом Израилевым. Он был чистый индулопоклонник, и он пытался насадить эти принципы зла, хотя в гуманистическом мире они вполне могли выглядеть не как зло, а как добро. Именно в этом как бы суть, что гуманизм, он многие вещи, которые не служат Господу Богу, выдает как что-то хорошее, поэтому многие однополые браки и прочие моральные вещи, которые в Библии заклемлены как грехи, сегодня многими выставляются чуть ли не как достижения. И вот здесь тоже, как одна из голов оказалась смертельно раненой, но эта рана исцелилась, и вся земля была в восторге. То есть подобные вещи случались практически во всей эпохе. Говорится ли это о каком-то одном антихристе, том, кто будет изображать из себя Христа Машеха в конце времен, или это указывается на Иосифов Сталиных, или на Адольфов Гитлеров, или на Амана, или на Ахмадиджада, или еще на каких-то злых тиранов, личностей, которые убивали людей, и где там можно было вполне сказать, вот они, смотрите, черпают просто из ада свою силу, сказать сложно. Но я думаю, что нам, как верующим людям, очень важно наблюдать и ассоциировать ситуацию, сверяя, окей, это вещи более эсхатологического плана. Ему, этому богохульнику, было дано право изрекать надменные богохульные слова, и дана ему власть на 42 месяца, 3,5 года правления антихриста или антихристов. Очень сложно понять. Иоанн говорит, уже много антихристов. То есть кто такие антихристы? Мы знаем, что есть Машех, Мессия, Избавитель, Гоэль. В самом себе, по еврейскому пониманию, он включает в себя сразу несколько позиций. Царя, пророка, священника Бога Всевышнего и судью. Мы знаем, что Иешуа выступает в этой роли. Он, про него сказано, Бог дал сыну судить всех. Про него говорили, вот сей пророк, помните, женщина, смотрите, сказала, вот про кого говорят пророки, вот он такой. Мелах, царь, мы знаем, что придет и восядет на троне, как царь. Коген или священник по чину Мелахиседека, не левицкое священство, а нечто другое. То есть антихрист в какой-то мере, он должен быть зеркальным отображением. И это может зеркальное отображение быть всем. Допустим, когда-то в свое время Муаммар Каддафи написал там священную зеленую книгу, одновременно был религиозным лидером, политическим лидером, царем. По всей видимости, мог управлять судейской схемой. Был ли он священником, я не знаю. Но вот из четырех функций Машиеха, три он точно на себя брал. Возможно, есть люди, которые берут только одну из функций, а может быть, будет кто-то, кто покажет себя как бы таким сверхдуховным или сверхполитически активным, уравнивающим позиции и так далее. Мы до конца не знаем. Мы сейчас можем подобно Иоанну, подобно тем словам, которые он услышал от ангела, иди и смотри, смотреть. И то, что богохульные слова он извергает 42 месяца, это есть какой-то период, который Господь Бог позволяет ему. Для чего? Чтобы других испытать. Люди будут сидеть нейтрально и думать, о, он говорит против Творца, ничего ему от этого нет, даже еще, я, может, пойду за ним, или наоборот. Вот здесь как раз стойкость для нас. И такие вещи богохульные, они случаются вокруг нас на каждом шагу. Мы смотрим телевизионную передачу, и мы, как верующие, от каких-то вещей богохульных. Там нету слов оскорбительных против Творца, но там есть какие-то развратные действия, которые также оскорбляют Творца, который совершил совершенную гармонию. Мы можем смотреть, говорит, о, как классно это. То есть, по сути, богохульство, это не всегда, когда кто-то поднимает палец или палку в небо и кричит, я с тобой сражусь, Творец. Посмотрим. Он открыл свою пасть, чтобы произнести хулу на Бога, хулу на имя Его, на Его жилища и на обитателей неба. И было дано Ему право сразиться со святым народом Божьим и победить Его. Опять-таки, будет ли это прямая битва кровь под трупы? Да, может, а может быть, здесь больше говорится, я думаю, это к нам очень актуально, победить Божий народ бесчестием, вещами, которые модны сегодня, которые с удовольствием. А давайте расслабимся и посмотрим какую-то развлекательную программку. Она наполнена пошлостью, но ты ленишься переключить телевизор, а тут рядом с тобой дети твои сидят, и ты все равно ленишься и не знаешь. Смотрите, ты уже проиграл, ты уже упал, и тебя уже победили. Проблема большая. И дана Ему была власть над всяким родом и пленением, наречием и народом. Ему поклонятся все жители земли, имена которых не вписаны в книгу жизни Ягненка, предназначенного в жертву, прежде чем создан был мир. Итак, мы вовлечены в борьбу. И часто эта борьба, подобно как это происходит сейчас в каких-нибудь Суданах или других странах, где, к сожалению, верующих убивают в Сирии, в Ираке, там, где ИГИЛ, Айсис по-нашему, убивает просто, даешь, убивает просто людей и за их веру, и очень много верующих в Иешуа, христиан, которые признают Иешуа и Творца Бога Израилева, своим Господом Бога, просто погибают ни за что. С другой стороны, битва, она может быть и в очень душевной области. Когда мы подгибаемся под стандарты, которые этот мир просто дает нам принимать. Здесь мы должны быть мудрыми. Здесь мы должны быть мудрыми. Здесь мы должны испрашивать от Господа Бога мудрость, страх Господень, развлечение, и понимать, что Он дает нам для этого все инструменты. Откуда мы это знаем? Да вот хотя бы из этого текста, как сказано, то есть этому антихристу поклонятся все, имена которых не вписаны в книги жизни Ягненка, Агнца, про Иешуа сказано. И интересное слово, дальше сказано, предназначенного в жертву, прежде чем создан был мир. Очень интересно, что в еврейских священных писаниях и в еврейской традиции существует такое, как традиционное мнение, что до сотворения физического мира были Господом Богом рождены, явлены, принесены семь разных вещей, включая трон славы, ады, рай. И одно из этих семи – это Машиах, то есть имя Машиаха. Вот здесь апостол Иоанн по сути ссылается на еврейскую традицию, говоря, что Машиах или имя Машиаха, или Машиах предназначен в жертву, был прежде чем создан мир. То есть если Машиах был призван и создан или рожден Господом Богом, имя его было явно там на небесах, не сразу явно на земле, прежде чем сотворение мира, то понятно, что Бог знает, знал, предвидел все те обстоятельства, в которых мы будем жить, и приготовил нам инструменты от своего духа, от своего Машиаха, от своей милости, чтобы мы могли пользоваться ими, противостоя этому зверю, который пытается погубить нас самыми различными способами. У кого есть уши, пусть услышит. Кому идти в плен, того ведут в плен. Кому от меча погибнут, тот от меча погибнет. Но эти слова, по сути, говорят о предвидении Божьем. Этим святой народ Божий призывает сохранить стойкость и верность. То есть, кто-то предназначен в плен, кто-то в спасение, кто-то погибнуть. Как вообще с этим справиться и как с этим быть? Я хочу вас увести сейчас на какое-то время, короткое, в послание к римлянам и разобрать там два немножко противоречащих друг другу текста, чтобы дать на вот этот вот план предвидения, кто в плен, кто услышит, кто спасен, кто не спасен, немножко более широкую картину. Надеюсь, что вы уже слышали такие вещи не раз. В послании к римлянам в девятой главе апостол Павел по сути рыдает о спасении Израиля. И он заявляет такие слова. Пусть даже Израиль будет числом, как песок морской, то есть огромное количество морского песка, то есть невозможно сосчитать, все равно только остаток спасется. В еврейском понятии остаток это примерно 20%, 15, 20, 25%. То есть если Израиль будет невероятно большим размером численностью, там текст говорит, только остаток спасется. В римлянам в одиннадцатой главе Павел уже говорит по-другому. Он говорит, ибо весь Израиль спасется, потому что от Сиона придет избавитель. И вот здесь получается как бы двоякое противоставление одного другому. В одном месте сказано, весь Израиль спасется, а в другом был бы хоть как песок морской, только остаток спасется. И некоторые делают такое логическое заключение, оно имеет место быть. То есть здесь я не претендую на какую-то абсолютно последний источник авторитета. Это одно из мнений, и вы можете присоединиться или принять свое мнение. Говорят, те, кто останутся, имеется все те, кто из великого Израиля останутся, тот маленький остаток, они и спасутся. Я смотрю на эту картину немножко иначе, и понимаю ее иначе. Во-первых, все знают, что в иврите слово «спастись» имеет совершенно разные значения. И на иврите есть много слов, выражающих слово «спасение». И некоторые из них, или точнее все они, всегда обозначают физическое избавление от какой-то беды. И есть в некоторых нюансах, оно говорится об эсхатологическом спасении. То есть спасение эсхатологическое, это отделен от зла, привлечен к добру, к Творцу, оправдан, очищен, благословлен, спасен. Вот в этом контексте. А спасение физическое, это выздоровел от смертельной болезни, или была эпидемия, Господь Бог сохранил, или была война, и какая-то группа спаслась, или было какое-то стихийное бедствие, и кто-то спасся. Так вот, Римлянам 9 глава, по моему мнению, и вы можете думать иначе, говорит о физическом состоянии народа. И на самом деле, если мы рассматриваем историю еврейского народа, то спасался преимущественно остаток. Из Египта вышел, написано, «Ваяцу хамашим», то есть остаток, пятая часть вышла из Египта. Во время различных столкновений Израиля в войнах, погромы, инквизиция, прочее, избавлялся от физической опасности остаток. Тогда же последняя трагедия еврейского народа, Холокост, примерно остаток, 20% выжила после того ужасного геноцида, который был устроен нацистами. И в противовес этому, в Римлянах, в 11 главе, очень четко говорится об эсхатологическом спасении. Там Господь говорит, и Павел цитирует, какую-то фразу говоря, «Ибо весь Израиль спасется», то есть Бог клятвенно пообещал Аврааму, «все твои мои», но Аврааму еще не было понятно, каким образом. В более поздние времена приходит дополнительное откровение, и Павел как бы компилирует их, говоря, «благодаря избавителю», то есть Ешуа, который придет из Сиона, хотя он не детализирует, каким образом. Как Бог спасет тех, которые уже умерли, не знали Маших, или кто же сегодня живет, не знает. Я не понимаю этих вещей, но нам нужно согласиться с тем, что мы много чего не понимаем, но есть какие-то утверждения Слова Божьей, нам нужно сказать, «Окей, я принимаю, поживем, увидим». На мой образ жизни сейчас эти слова коим образом так-то и влиять не могут, на мой образ жизни должно больше влиять слово «эттим». Святой народ Божий призывает сохранить стойкость и верность, то есть быть приверженными стандартам Божьим и четко стараться не нарушать их. И здесь наша вера в Ешуа, в Господа Бога, Творца всех миров, в Его стандарт, и исполнять заповеди, кои мы можем показывать свою жизнь на земле. Мы продолжаем дальше. «Затем я увидел другого зверя, выходящего из земли. У него было два рога, как у ягненка, но он говорил, как дракон. Он действует со всей полнотой власти первого зверя от его имени и заставляет землю ее жителей поклониться первому зверю, чья смертельная рана исцелилась». То есть здесь мы видим уже третий персонаж. Первый – это дракон. И, как я уже сказал, это не только сатан или силы зла, силы ада. Это человеческая производительность и решительность идти в сторону зла. Это дракон. Представителем этого является какой-то лидер, может быть, лидеры. А здесь мы видим кого-то завуалированного, завуалированного волка в ягнячей шкуре, по сути, чужой в своей команде, который подкидывает незаметно или заметно стандарты и интересы, которые противны Богу. Он облекает злые намерения, безбожные намерения в какие-то приемленные, демократические, человеческие, красивые слова. Это может быть классный адвокат, который придет и докажет тебе, что хоть ты живешь на Аляске, тебе обязательно нужно купить снег. Или то, что ты живешь в пустыне, тебе без песка, завезенного из другой пустыни, просто не обойтись. И он тебе скажет, смотри, ты живешь в этом мире, и твои дети ходят в школу, и ничего страшного, если им там учитель объясняет это, и они смотрят по телевизору это, пускай так и поступают, потом они и справятся. Нет, друзья, это не совсем так. Верность и стойкость святых, несмотря ни на какие провокации. Он совершает великие знамения, низводит на глазах у людей огонь с неба на землю, и вводит жителей земли в обман знамениями, которые ему дано совершать от имени зверя. Он приказал им сделать изображение в честь зверя, которого ранили мечом, но он снова ожил. Ему дано было вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы это изображение говорило и убивало тех, кто не поклоняется изображению зверя. Он принуждает малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов поставить клеймо на правую руку или на лоб. Ну, здесь мы как бы подошли к старой известной теме, клеймо 666, изображение, которое говорит, ну, вот вы сейчас смотрите по телевизору, и там мое изображение, которое тоже говорит, и это как бы сегодня технологически вообще не проблема все. Я с большим сомнением думаю, что там должна быть комбинация этих чисел, 666, как это многие выставляют, просто шестерка или шестой день творения, это день, когда был сотворен человек, поэтому йом-ши-ши это как бы йом человека, и здесь как бы усилено, что это все будет человеческое изобретение или человеческое решение. И здесь прошу вас обратить внимание еще на один компонент, то есть я говорил об этом и повторюсь еще раз. Очень часто мы скидываем на бесов родовые проклятия или лень, или внешнее растление, или еще что-то, все те проблемы, которые нас охватывают, таким образом мы выставляем самих себя такими невинными. Здесь же говорится, ребята, одумайтесь, все это производимое, это наше решение. Бесы могут нас искушать, но действовать можем мы, они не могут действовать, только мы можем производить какие-то действия. Вы знаете, так это или это не так, но в еврейском богословии есть такое мнение, что в мире вместе с сотворением человека были сотворены ангелы, божьи ангелы. И когда человек противостоит божьим повелениям, то мы производим из себя других ангелов, злых ангелов, которые будут обвинять нас в день суда. То есть божьи ангелы это добрые, а это злые, которые так это или не так, я не знаю. Но я просто хочу еще раз вас подвести вот к этому концепту, который здесь сказан. 666, это показано о решении человека идти против Бога и о воплощении этого решения. Такие люди, к сожалению, есть, живут вокруг нас и главное нам не войти в их число. А будут ли там клейма, какие-то микрочипы и прочее, это вопрос очень открытый. Когда-то про кредитную карточку говорили, что это клеймо дьявола, но сегодня у всех она есть и ничего страшного, как бы, если ты умеешь правильно ей пользоваться и не опустошать свой банковский счет, то это даже удобно. С другой стороны, ты можешь взять ее, порезать на 4 части и выбросить и все будет нормально, можешь перейти к наличным деньгам. Так и здесь, это больше показано о схемах зла, которые существуют в этом мире, которые становятся приятны нам. мы решаем действовать вместе с ними, мы оправдываем себя, что это хорошо. Подумайте просто, какие вещи сегодня вы оправдываете, какие вещи сегодня вы делаете положительными, хоть еще, может быть, 5-7 лет назад вы считали, что это комплитный, четкое зло. Пожалуйста, давайте будем более трезвы и внимательными. И пусть Господь Бог во имя Господа еще помогает нам жить праведно. И пусть слова откровения не пугают нас, но дают нам идти пустем верным, правильным, провозглашая стандарт Божий в этом мире, прославляя Иешуа и принося другим людям те благословения, которые мы можем делать. Я желаю вам здоровья и успеха в Господе и физической крепости. Шалом вам, из Сиона. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.defis.media.tv Продолжение следует...